Кто помнит видное, например, несколько лет назад, с уверенностью скажет. Машин в городе столько не было. Не было и пробок. Сегодня в часы пик на некоторых перекрестках беспросветные заторы. Дорога по городу занимает около часа. Если в это время заглянуть в приложение Яндекс.Пробки, можно убедиться. Карта желто-красная. Одна из пиковых точек в городе – светофор на пересечении улиц Советская и Школьная. Здесь движение автомобиля идет вправо и влево. Вправо стрелка горит почти всегда, а влево зеленый сигнал светофора катастрофически короткий, в то время как красный очень долгий. За это время на перекрестке успевает скопиться много автомобилей. Дабы сократить длину пробки, автолюбители создали дополнительные полосы для поворота налево. Но ширина дороги явно этого не позволяет. Вот и получается, что нарушители перекрывают беспрепятственный проезд машин вправо, проезжают вперед и становятся на пешеходном переходе. Все лезут без очереди. Все не смотрят совершенно за этим. Здесь утром происходит хаос. Это мягко говоря. Если утром вы видели, что здесь происходит, здесь по 20 минут просто на этом перекрестке можно встать и стоять мертво. Терпение законопослушных автомобилистов на пределе. Нарушители часто создают аварийные ситуации и доставляют массу неудобств. Но и тех, кто поворачивает вторым рядом, понять тоже можно. Стоять в пробках никому не хочется. Решение проблемы люди видят по-разному. Но ясно одно – делать что-то надо. Может снести здесь что-то, может как-то расширить, может как-то что-то передвинуть, столбы какие-то. Построить еще один выезд из видного. Камеру повесить. Кстати, о камере. Кажется, именно она и является самым верным решением, как сделали на одном из перекрестков проспекта Ленинского комсомола. По всем четырем сторонам дороги направлены камеры, которые фиксируют нарушения, если автомобиль заехал за стоп-линию. Вздумал объехать пробку или встать на пешеходном переходе, будь добр заплатить 800 рублей штрафа. Благодаря такой мере водители стали осторожнее. Вы знаете, что здесь вот стоп-линии и штрафы приходят? Конечно. А попадали уже? Нет. Ну, вы ответственный, да, водитель? Да, стоп-линии нельзя переезжать. Трудно понять, по какому признаку выбирают места расположения в видеофиксаторах. К примеру, вот с этого проулка на ПЛК можно было бы перенести камеру на проблемный перекресток Советская Школьная, чтобы хотя бы временно улучшить дорожную ситуацию. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.